Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, насколько процедуры вступления, исключения и восстановления в партию Нур-Атан соответствуют уставу, говорим с гражданским активистом Юрием Маленьких. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И, во-первых, как долго вы были членом партии Нур-Атан и за что вас исключили? Членом партии Нур-Атан я был около двух лет, вступил, потому что появилась программа «Сто шагов и пять реформ». Это мне подошло. И я сменил политическую площадку, вступил в партию Нур-Атан. Простите, что значит это вам подошло? Подошла программа партии и подошла та программа «Сто шагов», которая могла жизнь нашего государства изменить в лучшую сторону. Вот эти программные документы партии, они меня стали устраивать, и я сменил политическую площадку. Написал заявление по месту своего проживания и написал председателю партии, что я хочу быть активным членом по реализации данных программ. Поэтому моя мотивация вступения в партию была понятна. Но долгое время обсуждали, принимать меня в партию или не принимать. Потом, в конце концов, звонит куратор Галиев центрального аппарата партии Нур-Атан и говорит, Юрий Николаевич, вы уже в базе партии. Я тогда спрашиваю, а вы что меня заводчина приняли в партию? И тогда по моему, я же в уставе прочитал, что по месту жительства бюро принимает партию или первичная организация принимает партию. Потом уже вся процедура. То есть, в экстренном порядке было создано бюро. Ну, там, правда, не все члены бюро пришли, те, которые в партийной организации вовсе все находились. Значит, быстро было собрано собрание. Значит, спросили мои цели и задачи, спросили по уставу. Ну, решили, что я подхожу. И получили мне партийный билет. То есть, можно было бы не акцентировать на это внимание, если бы меня не исключили потом через два года из партии Нур-Атан тем же самым путем. Заочно. Заочно приняли, заочно исключили. Я стал свои действия обжаловать. Исключили, я сразу вам скажу, за какие действия. За то, что я подверг критике руководства городского филиала партии господина Байбек и господина Конкурова. То, что они выстроили работу не на демократических принципах партии, как заявлено в уставе, а на авторитарных. То есть, ну, это, конечно, им не подошло. И они инициировали мое исключение из партии. Вот если вкратце. А исключили, потому что я, как гражданский активист, как общественный деятель, в уставе тоже это прописано, что должен был активно пропагандировать среди населения идеи партии. И когда на моем пути оказалась некая гражданка Завадская по имущественному вопросу, ну, я решил ей помочь. Вместе еще с одним представителем Байбасыновой, Кларой Каримовной. И мы стали защищать права Завадской государственных органов, надзорных органов. А проблема в том, что ранее нотариусами было совершено отчуждение имущества в пользу третьих лиц. Два экземпляра завещания оказались совершенно разные по форме и содержанию. Ну, и мы стали делать запросы государственных органов. Когда бланки эти появились, оказывается, намного позже, чем смерть завещательницы Савиной Анны Дмитриевны. И поэтому тут возникло очень много вопросов, которые необходимо было решать. Но поскольку при назначении господина Байбека, первый президент Казахстана, господин Назарбаев сказал, все вопросы в городе Алматы, твои вопросы, я решил записаться к нему на прием. Ну, а как же следствие, суд, если я сталкиваемся со случаем мошенничества? Тут, я так понимаю, и нотариусы были замешаны? Следствие было очень такое туманное или уже его вообще отсутствие? Потому что 10 раз генеральная прокуратура отменяла те решения, которые прокурорами, разными прокурорами за все это время, с 13-го года, были приняты здесь. Без следственных действий, без исполнения следственного судья. И я об этом в своем обращении уже публичном первому президенту Назарбаеву, три минуты там через блогеров это обращение было выставлено, оно было в январе 2019 года, и меня на основании того, что я не согласовал ни с кем такие интервью, меня взяли и исключили из партии. Но самое важное, что я ведь в письменном виде в администрацию президента направил все свои доводы. Вот штампы, здесь все видно, что в администрации прочитали, в генеральную прокуратуру отправили, факты подтвердились, следствие было возобновлено, назначены были экспертизы необходимые, исполнены, самое важное решение следственного судьи, ведь прокурор Журиктаев знал, что не исполнено решение, как можно было закрывать это все. Была назначена экспертиза дополнительная, 1 марта были мы все вместе, Завадская и Басынова Клара Каримовна, на личном приеме вновь назначенного министра МВД Тругумбаева, он дал соответствующее поручение, экспертиза назначена, наши ходатайства выполнены, но опять же, дело на данный момент закрыто, потому что, видимо, нет материально-технической базы, чтобы определить подлинность постановки двух печатей на двух разных листах. Но мы дальше будем двигаться в этом направлении. То, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы системный вопрос решить. У нас есть, там даже появились видеообысков, где все углы забиты наследственными делами, завещанием, все это должно находиться в госархивах. Тругумбаев, министр внутренних дел Республики Казахстан, по нашим результатам встречи сказал, я дам представление, чтобы все нотариусы сдали в госархив все наследственные дела, которые, сроки уже вышли, хранения у них. А там сроки, они не 20 лет, во всяком случае, они намного меньше. Значит, для того, чтобы следствию можно было двигаться дальше, они могут в госархива это взять, но если это все нотариусов, они не исполняют следственное решение и не выдают следствию, и потом еще призывают, кстати, в одном из заявлений нотариуса, не буду пока называть фамилии нотариусов, мы дождемся следствия, потом это все дополнительно пишут прокурора, вот сейчас первого заместителя, генерального прокурора, тогда он возглавлял, был прокурором города Ламаты, наберите смелости, закройте это дело, тогда получается нотариусы управляют прокурорами? Как это понимать? Значит, касательно моего исключения. Когда мне объявили, что я исключен из партии, далее, соответственно, что вы исключены за какие-то там перечислили кодексы, которые в уставе, кстати, не прописаны. Вот, кстати, у меня устав общественного объединения партии Нуратан, и здесь прописано, исключение из партии, возможно, за совершенное преступление после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, коррупционные действия, действия или бездействия, дискредитирующие партии, или иные действия бездействия, наносящие ущерб интересам партии, несоблюдение устава партии и несвоевременная постановка на учет при перемене места жительства. Я так предполагаю, что у вас, наверное... Это все эти пункты, они не подпадают. То, что там написано абсолютно, это там госчиновникам относится. Это же общественное объединение политической партии, демократическое объединение, где там написано, что любой член партии может критиковать любого члена партии, без всяких там оговорок, согласований или еще. Но если, учитывая, что два года был в партии и просил, вы мне дайте какое-то отдельное поручение, это потом, 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 и до исключения, мне ни разу даже не пригласили ни на одно партийное собрание, ни на одну партийную конференцию, где я мог еще критиковать кого-то. Но вообще само выражение критика по согласованию звучит очень интересно. А с кем нужно было согласовывать? Ну, значит, руководством партии, ну, по месту жительства, значит, первым секретарем, или он сейчас председатель партии называется. С ними надо было согласовать, что мои действия были как бы неоправданы, что надо было сначала все это с ними согласовать, чушь полнейшая. Здесь никто никому не запрещает выражать, там же не написано, что только в закрытых аудиториях можно это, можно и публично. Самое главное, факты подтвердились. Кроме того, я хотел бы вам заметить, что поскольку ранее уже я говорил, что при назначении господина Байбек, в должностях он был здесь назначен, как председатель партии алматинского филиала Нур-Атан, и как Аким города, и президент, первый президент Назарбавр сказал, все вопросы, вооружан в городе, твои вопросы. Ну, это логично, что я записался к нему на прием, меня поставили в очередь бессрочную. Эта очередь продолжалась до настоящего времени, у меня вот сейчас письмо еще очередное пришло, уже из прокуратуры, потому что я обжаловал решение, почему вы меня не принимаете. Значит, три письма. Одно, я лично написал в Акимат, что вы меня примите, пожалуйста. Второе, я написал в администрацию президента, пришло письмо, опять же, с администрации в Акимат города Алматы, что вы опять в очереди, там, руководитель аппарата с адвокасово пишет. И третье, я уже прокуратуре обжаловал, что почему закон по обращению физических, юридических лифт не исполняется. И опять то же самое, я в очереди стою, бессрочная. Господин Байбек уже место работы сменил, а я все в очереди стою. Но если люди не принимают, как быть, кроме того, я еще хотел бы отметить, я выпустил этот момент, 20 февраля этого года была отчетная встреча господина Байбекка в Акимат городе. Я записался на встречу. Не записался, я поехал туда, там, без записи, без всякой. И ведь я пришел задать вопросы, которые там важны, и хотел и по нотариусам задать, и почему там... Мы помним этот скандальный случай, вас тогда выпроводили из зала. Ну, вы знаете, они выпроводили, меня схватили, как этого индийского пашу на руках понесли полицейские, Медеусский участок. А на каком основании? Они испугались, что я задам вопросы, и вы, извините за выражение, повалил бы господина Байбека в двух качествах, как Акима города и как председателя алматинского филиала. Значит, он не готов отвечать на такие вопросы? Он, может быть, неподготовленный человек? А может, не хочет? Ну, то и другое, оно вызывает сомнение. Зачем же его ставить тогда на вышестоящую должность по партийной линии? Ведь обжаловать сейчас это вообще глупо, с моей стороны будет. Я хотел бы к председателю партии уже обратиться, чтобы направлена была комиссия в город Алматы для выяснения всех обстоятельств. А до этого момента двух партийных функционеров Байбека и Конкурова отстранить от исполнения своих функциональных обязанностей. Это было бы логично, чтобы вернуть демократическим принципам работы партийной организации хотя бы здесь, в городе Алматы. А вот действительно, на каком основании вас забрали в Медаусский РОВД в тот день? Ведь, насколько я знаю, сама встреча еще не началась. Вас забрали до начала встречи. Да, именно так. Не только меня, но и других. Кто хотел задать вопросы более серьезные, а не такие, как бы, частного характера, они, конечно, там присутствовали. В основном там присутствовали госчиновники. Это же встреча с населением, я уже подчеркнул. Значит, они не готовы отвечать на эти вопросы. Оснований никаких не было. Основания только одно. Боязнь, что такой вопрос вообще прозвучит. Вот в чем. Я ведь обжаловал, опять же, это через прокуратуру. И прокурор Журиктаев пишет, что процессуального задержания не было. И не было этого, получается. Значит, так можно поступать с любым гражданином в республике Казахстана в нашей стране. А тогда, как же демократические принципы правового государства, это все вторично становится. Значит, если полиция местная, она подчинялась господину Байбек, значит, это прямое указание, я считаю, было, чтобы не допустить таких людей, как я, в зал, для того, чтобы задали вопросы. В течение нескольких месяцев вы пытаетесь восстановиться в партии. Вопрос в лоб, а зачем вам это? Во-первых, мои цели и задачи, они не изменились на данный момент. Я хочу также заниматься, но в структуре партии. А сейчас я как волонтер этим занимался. И параллельно, то есть, я уже сказал ранее, ни на одно собрание, ни на одну конференцию, только единственное, смотрели за моими партийными взносами. То есть, искали повод меня исключить, потому что, видимо, активные люди там, партии не нужны. Нужны просто те, которые, вот, на данный момент более миллиона членов партии, они же платят партийные взносы, найти деньги, общественная организация, ну, там еще деньги от государства поступают. Значит, вся эта структура партии, она существует. Остальные только нужны для каких-то целей. Пойти на выборы, заплатить взносы, а решать вопросы, значит, это уже не ваше дело. Лично вам членство в партии дает какие-то привилегии. Почему вы не продолжаете заниматься своей деятельностью, гражданской деятельностью, вне этой политической площадки? Дело в том, что эта политическая площадка изначально заявила те задачи, которые мне подходят. Поэтому, как одиночкой заниматься, это бессмысленно. Мои действия неоднократно, как одиночки, блокировались. То есть, когда ты находишься в коллективе, решать вопросы легче. Ну, как бы, я логично рассуждаю. То есть, цели-то, они же были, де-юр это обозначены, а де-факто-то, получается, другие. Что если на местном уровне, значит, все это надо замять. Вот мне два дня уговаривали, когда вот я очередное заявление написал, что я отсутствовал там некоторое время, и написал, что я хочу опять вернуться в партию. Заявление было подано на личном приеме председателя турксибского филиала. Ну, написано оно было сутками позже. Когда я принес в турксибский филиал партии Нуратан, свое заявление, через два часа оно оказалось в мусорном ведре. Вот это заявление. Оно было написано, здесь никаких не было списков, бюро, там, за январь месяц, вот этого, как они пишут, значит, состав комиссии партийного контроля. Это какой-то анекдот. Я пишу заявление, они там черновики на следующий год вот этого бюро, только это издевательство. Значит, все ранее, которые я подал заявление о восстановлении в партию, ну, судьба у них та же самая. Мне сказали, что все заявления спущены были в турксибский филиал партии Нуратан города Алматы. Значит, ну, если это заявление в мусорном и ответы на те заявления отсутствуют, значит, им это не надо, значит, процедура не исполняется, значит, установка Конкурова, она действует. Ну, я только вижу один вариант обратиться к председателю партии, чтобы именно направлена была комиссия для тщательного разбора, а иначе я считаю, что, ну, данная политическая ячейка города Алматы это политическая секта в чистом виде, где там же никто не рассматривает в секте никакие заявления, тоже в мусорку все выбрасывают, если поступают. Ну, такой параллель. Это ваше шестое заявление о восстановлении в партии оказалось в мусорном ведре, а первые пять были оставлены на скручевной. Без рассмотрения, потому что и в конце я так и не нашел. У меня в телефоне есть эти номера этих заявлений, которые были приняты в администрацию президента, а потом они отправлены были в центральный аппарат Нур-Атан, оттуда уже без всякого сопровождения никаких. Я звонил неоднократно, там есть департамент партийного контроля, последний звонок это был буквально недавно, никаких ответов они по существу не могут давать. Один даже ответ был такой, ни вы, ни я, один предыдущий руководитель эти вопросы не решают, решать не могут. Ну, как это понимать? Значит, сама структура, она авторитарная, но она отошла давно и далеко от демократических принципов, но есть шанс вернуть еще то русло, которое заявлено в уставе. Ну, ответы у меня есть на все поставленные вопросы, я надеюсь, что все-таки комиссия будет направлена и по существу будет разбор вот этого всего, то, что по факту, потому что некоторых тоже исключали за коррупционные преступления, кто осужден по решению суда, но этого все не присутствуют. То есть, те вопросы, которые мы поставили Басыновой Кларой Каримовной, они, может быть, для людей-то актуальны, а для тех, кто занимает решения, нет, они никогда не сталкивались с этим, а может, и не знают об этом. Вот через ваше интервью, которое вы меня берете, можно довести до лучшего руководства. Может быть, вот такие гражданские активисты, как вы, не очень ценятся этой партии. Мы помним, как гражданский активист, вы не раз поднимали очень важные темы. Последняя, которую мы обсуждали в этой студии, была тема об отсутствии паритета между Казахстаном и Россией в вопросах миграции и трудового законодательства. Сейчас мы видим, что, да, вас услышали, эти вопросы решаются, но какую поддержку вам оказала тогда партия Нуратан? Ну, вы знаете, отдельные члены партии, которые на тот момент работали в структуре, я вам хочу сказать следующее. Есть общественная приемная городского филиала партии Нуратан. Значит, некоторые вопросы требуют решения через встречу с депутатами, мажориста парламента, другие государственные органы. Меня все-таки записывали, но это было на тот период, когда вот эти члены партии, они уже по возрасту ушли, а новые члены партии, они формат работы совершенно другой. Поэтому, если рассматривать этот вопрос по существу, что партия, она, конечно, является рычагом, почему я и хочу восстановиться, мощным для того, чтобы заставить. Эти вопросы частично решены. В этом году я находился в Российской Федерации и мне дважды продлили срок пребывания, а в 2017 году сократили. Значит, меня услышали и все-таки паритет на данный момент восстановлен. Значит, те, кто принимают решения от лица государства, они никогда не сталкивались с этими вопросами, они иногда людей не слышат, которые к ним обращаются. Поэтому, когда власть от населения отрывается, получается такой дисбаланс. Поэтому, моя настойчивость позволяет все-таки достучаться до тех людей, кто сейчас на лимке власти находится и принимать нужные решения для населения. Они же работают для населения. Так первый президент заявил, что чиновники должны работать для населения. На расширенном заседании полицовета партии Нуратан Назарбаев сказал, мы партия власти, мы создали все. Как вы понимаете, что есть это все, созданное партией Нуратан? И дайте этому всему оценку. Ну, частично я согласен с тем, что сказал господин первый президент, председатель партии Нуратан. Но, все-таки надо учитывать то, что государство республика Казахстан, она была создана из республики Казахской ССР. А эту республику создали целые поколения людей, которые выстроили всю индустриальную базу, выстроили систему управления. То есть, нужно было только переформатировать это все. Заслуги, конечно, президента никто оспаривать не будет, по большому счету, первого президента Назарбаева. Но, все-таки, если он заявляет о том, что он выстроил государство один с ноля, я с этим не согласен. Государство выстраивает люди прежде всего. Один человек ничего не может сделать. Поэтому, нужно все-таки учитывать мнение людей и придерживаться демократических принципов управления государством. Спасибо вам за интервью. Спасибо.